Уважаемые любители моих естественно-научных и фотографических историй! Сегодня мы с вами будем обсуждать несколько вопросов. Я попытаюсь ответить на них как можно более полно. Ну, во-первых, вопросы, связанные непосредственно с тестированием. Напомню, что речь идет не об определении способностей, никаких способностей мы определить не можем. Для этого нужен высокоразрешающий томограф. Пока речь о нем не идет, он только разрабатывается. Поэтому мы работаем косвенными методами. И один из многочисленных методов оказался рабочим. Этот метод связан с тем, что мы можем определить участие различных полей головного мозга в написании текстов. Ну, плюс там нужно еще кое-какие картинки, ручек и лица. Значит, проект направлен не на то, чтобы выяснить, кто умный, кто дурак. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что нужно подсказать людям, у них есть потенциальные возможности сосредотачиваться на произвольном мышлении. Иначе говоря, думать о чем-то кроме еды, размножения и доминантности или нет. То есть человек сам себя заставить может или нет. Больше ничего. То есть у него энергетический баланс мозга управляемый или он уже такой хороший, что уже ни о чем другом думать не может, кроме о перечисленном выше. Вот, собственно говоря, и все. То есть если человек молодой и у него есть творческий потенциал, то хотя бы будет понятно, что он есть. Потому что количество бездарей с огромным самомнением, гигантское количество, и это не их горе, это не их грех. Они тут ни при чем. Просто им досталась такая конструкция мозга. Ее надо использовать по тому назначению, к которому она приспособлена. Попробуйте себя в других делах, если в этих ничего не получается. Поэтому процесс такой у нас сложный. Результат более чем скромный. И делается он вручную. У нас нет никаких программ по осуществлению каких-то феноменальных автоматических процессов. Искусственный маразм пока не достиг уровня интеллекта. Вот как ни странно. Поэтому мы все делаем вручную. В это вовлечено много людей. И вполне понятно, что это относительно дорого стоит. Но здесь есть проблема. У нас на этот проект не выделено пока ни фондами, ни богатыми спонсорами, ни тем паче государством, ни рубля. По этой причине нам приходится, в общем, изощряться. Тем более, что пожертвования составляют около трети от наших реальных затрат. Поэтому приносим извинения. Мы с удовольствием бы делали все бесплатно. Но тот, кто делает, тоже должен что-то есть. Поэтому, извините, мы не все можем покрыть на теми спонсорскими деньгами, которые иногда нам перепадают. По этой причине, значит, нужно запастись двумя вещами. Терпением и желанием узнать о себе правду. Потому что, к сожалению, правда иногда выглядит как-то не очень красиво. Еще в предыдущие тестирования у нас там появлялись такие артисты, которые требовали улучшения своего заключения. К сожалению, мы ничего поменять не можем. Что у вас в голове есть, то и есть. Поэтому надо трижды подумать, прежде чем участвовать в проекте. А так, проект идет, мы медленно обрабатываем, потому что на каждого человека уходит много времени. Но постепенно уже стали рассылать ответы, заключения на присланные данные, материалы. Это по поводу, так сказать, нашего проекта по энергетическому, по энергетической оценке возможности мозга к управлению на самом-то деле. То есть, вы можете сосредоточиться, заставить свой мозг работать. Вы можете попытаться достичь неких, несколько более благоприятных, в том числе финансовых результатов. А если уж нет, то извините, на нет и суда нет. Но обижаться не следует, потому что есть масса профессий, где произвольное мышление только вредит. Могу сказать на своем опыте. Многие знакомые олигархи мне всегда жаловались на то, что избыток интеллекта и некоторое творческое здравомыслие им очень сильно мешают. И они говорили, что будь я поглупее, был бы побогаче. Что, в общем, согласуется с реальностью. Это относительно тестирования. Некоторые спрашивают меня, особенно так, довольно агрессивно о том, что почему я не отвечаю на различные обиды, оскорбления и высказывания против меня. Всяких популязаторов, различных псевдоученых. Это в основном преподаватели, которым читать-то некогда, не то что там что-то делать. Но, тем не менее, болтливые они не в меру. И отсутствие знаний, дилетантизм и желание выпендриться так высоки, что они не находят зачастую иногда другого способа, кроме как поездить на мне. Ну, что же делать? Я ничему помочь не могу. Причем это продолжается уже очень много лет. Ну, приведу несколько примеров. Ну, один самый известный пример и смешной. Ну, это, значит, наш далеко, горячо любимый всеми, особенно в недавнем прошлом, в городе Санкт-Петербурге Александр Глебович Невзоров. Как известно, он специалист во всем на свете. То есть безграмотен абсолютно и поэтому может легко заниматься чем угодно. Ну, быть и рижским ОМОНовцем, потом пивуном в церкви, потом корреспондентом, потом учить лошадей говорить и прочие всякие нелепости, которые могут возникнуть только в голове абсолютно безграмотного человека. Я как-то слышал его замечательную встречу с вторым таким же красавцем, я имею в виду Пивоварова, где они обсуждали мозг Ленина. Большей глупости и безграмотности я никогда не видел в своей жизни, потому что, наморщив лобик, Невзоров говорил, у Ленина большой герификационный компонент. Ну, молодец, освоил все-таки незнакомые слова. Это, кстати говоря, такая новость из первого курса начала 20 века медицинских учреждений, потому что просто большая часть поверхности коры действительно скрыта в бороздах извилин. Но Ленин тут не герой. Ну, это так, к слову. Так вот, этот красавчик, значит, по желанию санкт-петербургских изысканных журналистов, был предназначен для схватки со мной. То есть идея была какая? Взять, стравить великого Невзорова со мной. Ну, и договорились о том, что это все будет у Дмитрия Пучкова, то бишь Гоблина. Я приехал в Санкт-Петербург и жду встречи. Надо же встретиться. Ну, как же, как же, у него же столько вопросов. Ну, Александр Глебович, как всегда, обделался и от встречи отказался. Да, вот, убежал, и на этом все закончилось. Это один пример. Другой пример. Там же, в этом областном центре, находятся и представители антропологии. Правда, из математиков. Со знаниями у них напряженно, как с порядочностью. Они вплоть даже на своих сайтах используют, например, организованное производство и оплаченные мной портретов Австралопитек, но нежно пишут. Это неизвестное происхождение. Достаточно пакостные и очень глупенькие дети, которые туда лезут и потом с этого питаются и распространяют это все. Плохо, что дети это смотрят, конечно. Потому что безграмотность уникальная. Но они тоже решили, опять-таки, благодаря изыскам питерских журналистов, встретиться со мной. Я согласился, естественно, с одной только просьбой, что они прямые оскорбления, где мне всякими нехорошими словами называют, нелитературными. Значит, они за это все публично извинятся, и я сразу же с ними встречусь. Они сказали, что такого никогда не было. Но поскольку все IP-адреса, все секретные ники фиксируются у нас, конечно, на искусственный маразм, еще не превратился в интеллект, но такое простое дело, оно доступно. Все это хранится, весь этот архив на независимых носителях. Поэтому про них все известно, все материалы собраны, были им предоставлены. За что конкретно извиняться? Ну и что? Они исчезли. Как сон, как утренний туман. Потому что извиняться у этих тра-ля-ля людей не принято, а хамить и выступать можно. Но это все до поры до времени, потому что, еще раз повторю, все источники информации, все принтскрины, они собраны и ждут своего времени. Они исчезли, и наша встреча не состоялась. Так что дважды в Санкт-Петербурге мне хотели устроить потраву, но не получилось. Александр Глебович наложил в штаны, и антропоговнязники тоже. Так что вот, ребята, попробуйте продолжить. Я с удовольствием продолжу. Кстати говоря, у меня заканчивается мискаль, вот эта самая чудесная, последняя мензурка. Да, всему приходит конец, даже хорошему. Но, тем не менее, я отмечусь за то, что люди, не издержанные на язык, имеющие, скажем так, очень сомнительную конструкцию мозга для того, чтобы вступать со мной в беседу, и дальше создавали мне издательство, с которым я сотрудничаю, хорошую рекламу, за что им большое человеческое спасибо. За вас, уважаемые слушатели. Другой вопрос, который тоже живо трепещит и требует неких объяснений. Почему я не отвечаю на фотографические замечания? Эти замечания должны быть по существу. От полуграмотных самодеятельных фотографов я их не слышу. Я вижу широкое использование википедии. Ну, это такой признак слабоумия, такого тяжелого, который никакого отношения к реальности не имеет. Поэтому замечания людей по цветовому балансу, еще о чем-то, которые вообще не понимают, что спрашивают, о чем замечания делают, они, к сожалению, содержанием внутренним не обладают. Я в свое время сотрудничал с фирмой Leitz, это было уже 35 лет назад, и кое-что знаю о производстве, кое-что знаю о производстве стекла, оптики, расчете объективов и многом о чем другом. Но самое главное, что существует практическое дело, которое предусматривает навыки. Вот навык нажимать на кнопку в Кэноне, когда там тетеньки прыгают в тряпие, это не навык. Импульсные источники, да, это хорошая вещь. Быстрый затвор, да, но при чем тут фотография? Фотография – это то, что остается как нетленка. Это то, что вы вложили в них что-то. А если, извините, вам сказать нечего, и вы занимаетесь украшательством чего-то там, то, ну, позорно, конечно, ну что, ну ладно, это тоже востребовано. Для своего уровня в районе Плинтуса ваша деятельность подходит. Но больше, к сожалению, не для чего. Насчет фотографии. Фотографии не существует, настоящие фотографии не существуют в компьютере. Это просвечивающая система. Картиночки, будьте так любезны, предоставьте, отпечатанные. И тут выясняют, что у вас ни яркости, ни цвета, ничего нет, и вообще не понимаете, как это сделать. Такие клоуны приходят все время в Союз художников ТСХР, где их должны принимать в члены Союза. Приходите. И там не только я, но и многие профессионалы, которые всю жизнь этим занимаются, вам все объяснят, на что вы способны, что вы умеете. Чего-то редко появляются у нас. А если и появляются, то обычно очень несолоно хлебавше уходят. Надо фотографировать уметь сначала. Так, чтобы ваша фотография, проданная кому-то или подаренная, провисела на стене хотя бы год. Спрашивают, а где взять мои фотографии, посмотреть сейчас. Они висит, ну, десятка, два или три фотографий в клубе Виски Румск. Виски Румс – это там, где я как раз записывал ролики про пользу виски. Лентьевский 8. Вас там всегда ждут. Если, конечно, у вас есть возможность. Заодно посмотрите на мои черно-белые цветные фотографии. Советую, сходите. Там и приобщитесь, если сможете. Таким образом, я не отвечаю на глупые вопросы, потому что учить, как известно, дураков, что в науке, что в фотографии, только портить. Поэтому пусть они наслаждаются сами по себе. Теперь еще множество вопросов о том, как бы со мной встретиться и поговорить. У меня нет ни времени, ни возможности на индивидуальные беседы. И не вижу в них никакого смысла. Почему? Потому что если что-то по делу у вас есть, можно написать на сайт издательства «Виде». Я отвечу, если там есть содержание. А вот мозговые полюции я переваривать, к сожалению, не могу. По этой причине единственный вариант, который впереди светит, это открытие богоугодного заведения под названием «Пироги и мухи» на проспекте Петра Столыпина в Саратове. Я там на открытие буду, приглашен. Там вполне возможно будут и мои книги, и там презентации некоторых из них будут в течение нескольких дней. Но и там можно задать мне напрямую вопросы. Это уже заведение на грани открытия. Там уже вывеска, насколько я знаю, висит. И там можно, так сказать, забронировать место на открытие. Я думаю, так. В ближайшее время должен появиться сайт. Пироги и мухи – это понятно. Мухи – это вы понимаете, что это рюмочка в 16 грамм. Не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы выпить. Это разные вещи. А пироги, ну, я надеюсь, что пироги, многие из вас догадывают, что это такое. Кстати говоря, сейчас в качестве закуски я пользуюсь, многие спрашивают, замечательными вот такими сырками в масле с пряностями, которые Сергей Николаевич Трушин делает в Сергиевой Заводе, о чём я неоднократно говорил. Прекрасный сыр, несравнимый с той порошковой дрянью, которую у нас везут за бешеные деньги из Европы. Не надо только меня убеждать, что там у них всё прекрасно. Те, кто не делает сыр из порошка, те прогорают. Поэтому сейчас лучшие сыры, они в России, потому что из цельного молока. Кстати, мои макароны очень хороши и наши, и казахстанские, потому что кто ж теперь таким добрым итальянцам, продающим оружие на Украину, будет поставлять орловскую пшеницу. У них ничего не развяжется, так что макароны лучше есть наши. Ну вот мискаль мексиканский, ну они скоро присоединят к себе части Америки, северные, эмиды США. Ну он тоже хорош, всячески рекомендую. за ваше здоровье. И закуска бесподобная. Кстати говоря, многие возмущаются тем, что я пью чай, да еще и нарушаю нравственность. Не смотрите. Вам нравятся ведущие, которые проглотили по неосторожности осилованный кол длиной в метр и не шевелятся в эфире? Ну так, смотрите соответствующие каналы телевидения. Они как раз все как надо одеты. Ну и как Петрушка. Они держат лицо, несмотря на то, что, например, некоторые из них особенно успешные. 15 или 10 лет назад говорили прямо противоположные с тем же жаром. Но унюхов запах хорошей колбасы переоделись, переобулись в заднем сальто и уже стали государственниками и пацифистами, и патриотами. Так что каждый выбирает то, что ему больше нравится. По этой причине, уважаемые слушатели, я вам советую набраться терпения, тем более, что нас ждут очень непростые времена. Потому что потребность в том типе анализа, который провожу в ближайшее время, будет огромная. Ну поймите сами. Сейчас мы на южных территориях ведем достаточно серьезные боевые действия. Эти люди когда-то вернутся. Оружия в стране очень много. А нам, простым смертным, для самозащиты голодкоствол запрещен категорически. Возникает вопрос, а что будет? Очень трудно предсказать эту ситуацию. Но единственный выход, я вижу, только в том, что не надо останавливаться. Привислинская область, которая сейчас по недоразумению называется Польшей, она должна быть все-таки нашей. Ну и тогда вся эта история с проблемами возвращения вооруженных людей, которые сражались за справедливость, а здесь они ее могут, вернувшись, не найти, она как бы отодвинется на некоторое время от внутренней реализации. Поэтому, уважаемые слушатели, держите ухо востро и радуйтесь, что вся эта история пока затягивается. Это хорошо со всех отношений. И в военном, и в политическом, и даже в социальном. Очень жалко людей, которые там гибнут. Безумно жалко. Слишком много редкостей, я имею в виду, мозг погибает в достаточно несуразных ситуациях. Меня это очень печалит. Я вообще не люблю, когда уничтожают гомо-сапиенсов. Их, конечно, много, но не настолько много, чтобы гении валялись по углам. А гений это уникальное явление, штучный товар. его надо искать с микроскопом. Вот с таким. Хотя бы. Тогда найдем. А сейчас у нас микроскопическое искусство убогое. Вот примерно вот такое. Это копия, сделанная моим товарищем Владимиром Никитином, который работал у меня в лаборатории. Это копия микроскопа Левенгука. Здесь одна линзочка. ее надо вот так прикладывать и крутить, наводя на резкость. Кстати, у Левенгука увеличение было уже 300 раз. Он клеточки видел, но чтобы понять, что это такое, на это ушло 150 лет. Примерно то же самое происходит сейчас у нас с эволюцией гоминид. То есть людей, то, чем я занимаюсь, и то, что я описываю в этих книжках. он уже видел клетки. Он уже видел живчики из тех самых сперматозоидов. Однако ушло 150 лет для понимания о всеобщем клеточном строении. То же самое происходит и сейчас. Мы уже понимаем, как устроены мозги, как они эволюционируют, но я боюсь, что уйдет не один десяток лет для того, чтобы мы этими бесценными знаниями воспользовались. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. Желаю вам терпения, интереса к жизни и внимания, потому что время, в котором мы живем, очень непростое, а надеяться на дураков не приходится. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова